Наконец-то к нам снова вернулось лето и настала теплая, даже жаркая погода. Дмитровчане могут выбраться на водоемы, отдохнуть и насладиться солнцем. И особенно приятно, что зона для такого комфортного отдыха находится в черте города. Пруд на улице Инженерной, пожалуй, самое популярное место в жаркую погоду. Здесь многолюдно и шумно даже в обычный будний день. В конце 2016 года пляж вошел в программу по благоустройству и полностью преобразился. Был очищен водоем, обновлен песок на самом пляже, появились пешеходные дорожки, новые кабинки для переодевания и лежаки, на которых удобно загорать. Отдыхающие довольны. Здесь как бы все есть. Для детей это вообще идеальный пляж. Здесь не глубоко. Детям можно купаться вообще где угодно. Здесь вообще клево. Вода теплая? Вода классная. Ничего сюда не сливается. Здесь вода чистая. Ходим сюда пешком, прогулкой для здоровья. Как водичкой? Скупались? Хорошо. Все нравится? Да. Не холодно? Нет, хорошо. Очень круто. Здорово здесь так. Даже не глубоко вообще. Очень прикольно, потому что и недалеко от дома, и отдыхать можно, и вода тоже теплая, и погода хорошая. Ну, там даже пляж есть. Недалеко от дома, правда. И магазин рядом. Так что можно купить и еды, и попить, и плавать, и все-все-все. В целом у пруда на улице Инженерной есть все необходимое для приятного пляжного отдыха. Как с маленькими детьми, так и большой компанией. Но некоторые справедливые замечания и пожелания у дмитровчан все же есть. Туалетов не хватает. Вообще нет туалетов. Да. Вот туалет, куда ходить? Не взрослым, не детям. Вот это да, минус. А так все нормально. И очень мало раздевалок. Придется ждать очереди. Мне вот зонтика не хватает. Я бы сидела под зонтиком, а внук купался бы. Я вот не купаюсь, а внук там вчера три часа просидел в воде. А так все хорошо, все замечательно. Можно было бы, если еще тут площадка побольше было бы. Можно какой-нибудь открытый бассейн сделать. Тоже было бы здорово? Да, было бы здорово. За безопасность на пляже отвечают спасатели. Они дежурят здесь каждый день до 8 часов вечера. В этом сезоне, слава богу, еще никого спасать не приходилось, так как, ну, в принципе, народ адекватный. Но оказывать первую помощь я оказывал. Такие мелкие травмы, я имею в виду порезы, еще что-то. У нас с маленьким детям взрослые ни разу не обращались. Ну, самое главное, самое главное, соблюдать правила, которые здесь написаны. Ну, и самое, наверное, еще главное, ну, если человек чувствует себя неуверенно, чувствует себя неуверенно, и тем более нетрезвым в состоянии, ну, желательно будет водоем не посещать. Но лучше в ванной купаться тогда уже. Еще одна муниципальная зона отдыха в Дмитрове – пруд на улице Подьячева. Народу здесь поменьше, да и сам водоем грязноват. Много ряски не мешало бы почистить. А так место приятное, кругом очень зелено. У пруда также работает спасательный пост. А вот на подъезде к Синьковской плотине – настоящий аншлаг. Некуда даже поставить машину, и это в будний день. В выходные же здесь просто яблоку негде упасть. Отдыхать на плотину проезжают со всего Дмитровского района. Особенно много – молодежи. Неудивительно, это отличное место, чтобы устроить пикник и пообщаться. А как приятно после солнечных ванн окунуться в прохладный водоем. Да, все нравится. Открыли купальный сезон. Правда, грязноват немножко. Очень много водорослей. Народу очень много. Тоже прикольно, в принципе. Я думаю, развлечений побольше бы надо сюда. Тамаду. В общем, побольше катамаранов, я не знаю. На самом деле, не хватает развлечений. И было бы интересно сделать какой-нибудь, прикинь, большой такой надувной батут, чтобы скатываться. Было бы классно. Ну да, что-нибудь такое. Ну, давно такие штуки бывают, на самом деле. Разглачиваются и классно. И побольше мусора. Для тех, кому больше по душе спортивные развлечения и активный образ жизни, есть хорошая волейбольная площадка. И как положено, на берегу стоит спасательная вышка. Опытные спасатели быстро окажут первую помощь. Благоустроенный пляж, мягкий песок. Вокруг живописная природа. Много семей с маленькими детьми. Ребятишки резвятся в воде под присмотром взрослых. Как вам отдыхается? Хорошо. А для детишек здесь как пляж? Очень удобно. Как раз с ребенком. Песочек есть. Все хорошо. Чисто, главное. А вы сюда часто приходите? Ну, не совсем. Работа мешает, а так да. Пляж хороший. Вот так вот все. Песок. С ребенком вообще замечательно. Мелко, да? Да, здесь мелко. Заходи, играй. А часто сюда приходите отдыхать? Ну, по мере возможности. Классно. Нам очень понравилось это озеро. Нравится. Спасатели тут еще. Безопасно, да? Да. Что-нибудь еще хотелось бы сюда здесь видеть? Ну, мостик большой немножко. Чтобы прыгать с него, да. Чтобы прыгать с него, да. Всего в Дмитровском районе службы Роспотребнадзора в этом году официально открыты три зоны для отдыха и купания. Зона отдыха на Подьячево, на Инженерной и Плотина-Синьково. На сегодняшний день анализы воды отобраны, анализ грунта и песка отобраны. Значит, все в порядке. Купаться можно. Значит, осталось только вот сегодня-завтра выдать себя на педзаключение. И, в принципе, зона отдыха готова. Роспотребнадзор контролирует качество воды в водоемах в течение всего летнего периода. Так что можно не переживать. Купальный сезон в разгаре. Июль радует нас жарким солнцем и хорошей погодой. Надеемся, такое лето будет длиться как можно дольше.